ЦСДД резко повышает цены на свои услуги от техосмотра до экзамена по вождению. Дирекция безопасности дорожного движения ЦСДД, ну либо, чтобы понятно было, ДБДД в других странах, планирует с 1 января следующего года повысить цены на ряд услуг. В том числе за техосмотр, экзамены по вождению и так далее. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня пока что еще понедельник, 28 октября 2024 года. Большая просьба, в самом начале попрошу, послушайте очень внимательно, на что и на сколько они поднимут цен. Да, поднимут, уже поднимут, все, с 1 января. До 1 января осталось немножко. Два месяца. Сразу резко после нового года. Стоимость техосмотра для автомобилей категории М1 легковых повысит на 8%. С 31 евро 59 центов до 34 евро и 10 центов. Стоимость техосмотра для транспортных средств категории М3 грузовых автомобилей с полной массой, внимание, более 12 тонн увеличится на 40%. С 51 евро 58 центов до 72 евро и 18 центов. А категории М3 автобусов с полной массой более 5 тонн на 36%. С 52 евро 38 центов до 71 евро 18 центов. Стоимость. Стоимость сдачи экзаменов на права категории А и Б вырастет на 20%. С 29 евро 85 центов до 35 евро 82 центов. А стоимость определения технических данных автомобиля и сравнение номеров агрегатов повысится до 33%. С 14 евро 42 центов до 19 евро и 25 центов. В 2,4 раза увеличится плата за выбор номера по желанию с определенной комбинацией цифр. В настоящее время эта услуга стоит, внимание, 413 евро 22 центов. А вот с 1 января следующего, 2025 года, эта услуга будет стоить, внимание, друзья, 983 евро и 47 центов. Стоило 413, будет стоить 983, ну, с копеечками. 2,4 раза, почти 2,5. ЦСДД, ДБДД передаст планируемые изменения расценок на услуги на общественное обслуживание. А затем, ой, обсуждение, друзья, извиняюсь, обсуждение на обслуживание. Вот было бы на обслуживание, да? Повторяю, ЦСДД передаст планируемые изменения расценок на услуги на общественное обсуждение. А затем они будут поданы на утверждение в кабинет министров. Ну, как вы поверили, общественные обсуждения, как это, они это все послушают общественных деятелей, да. Ну, народ будут спрашивать, нет? Все это уже решено. Это я сейчас свое мнение чуть-чуть, друзья, вставляю. В прошлом году, внимание теперь еще внимательнее, В прошлом, в 2023 году, ЦСДД, оборот ЦСДД в Латвии составил 60 миллионов 23 тысячи евро. Увеличившись на 13,8 процентов, почти на 14 процентов. По сравнению с 2023 годом, а прибыль уменьшилась на 39,8 процентов. До 3 миллионов 953 тысячи евро. Ну, почти 4 миллиона. Да, здесь по сравнению, скорее всего, с 2022, 2023 годом. Потому что в прошлом году был... Да, здесь опечаточка. Но ничего, вы поняли, друзья. Пишите комментарии. Повторяю, друзья, ЦСДД резко повышает цены на свои услуги. От техосмотра до экзамена по вождению. Думал, думал, все-таки решил, друзья. Как, будь что будет, комментарии. Появились три комментарии. Первый комментатор. Вот что пишет. ЦСДД. Да, если вы не верите, пожалуйста. Ну, я ничего не имею против. ЦСДД, я говорю, господи. Ссылочка в описании, друзья, под видео. Вот на эту новость. Пожалуйста. Читайте. Это, Фома, мне верующий. ЦСДД. Монополист. Причем искусственный. Который сделало государство монополиста. Они должны обосновать свои цены противомонопольному комитету. Во всех странах множество фирм проверяет состояние. И только в Латвии выдана монополия, которые вообще борзели. Сами фоторадары устанавливают и кормятся с них. Сами придумывают правила и потом принуждают их оплачивать. И эту контору нужно гнать в три шеи. Это первый комментатор. Второй комментатор. А в честь какого хрена позвольте поинтересоваться. Вопрос задает. В честь какого хрена вот это повышение. Ну, другие. Другой комментатор. Ну, я не знаю, это обзывательское, не обзывательское. Сволочи. Не несут никакой ответственности за свои услуги. Да еще и цены ломят. Все. Не буду заводиться, друзья. Это же ведь... Ну, куда? Ну, куда еще? Ну, сравни... Давайте сравним с соседями ближайшими. Новость закончила уже, господи. С Литвой. Ну, там один раз техосмотр в два года налога никакого нет. Ничего нету. Он налог уже... Дорожный налог. Он уже... Я устал повторять. Он уже заложен в цену топлива. А у нас еще и это. Посмотрите, монополии. Монополисты. Ну, вот комментатор же вам там написал. Как вы с этим? Ну, куда? Ну, как... Какие уже ворота? Ни в какие... А, однако, лезет. Лезет, конечно, в любые ворота. А у них они ворота делают все шире. Ширее. Да, свои дома. И так далее. Там что только... Ой, друзья. Все. Буду заканчивать. Пишите комментарии, что вы думаете насчет этого резкого повышения. Вы слышали во сколько раз? Некоторые категории. Это что это такое? Устал уже спрашивать. Это что это такое? Еще до Нового года не дожили уже столько новостей, друзья. А еще это не конец. Нет, говорит. Это еще не конец. Это даже еще не цветочки. Все. Пожалуйста, поделитесь этим видео. Большое противо. Поделитесь. В социальных сетях. Просто так. С друзьями. С близкими, знакомыми. С родственниками. И так далее. Как вам это повышение? На что еще повысит, друзья? На все. Короткий ответ. Сам спросил и сам ответил. На все. Вот все, что вы замечаете, вот так вот где-то вот. Вы ходите на улицу. Или в том, что вы говорите. Вот повернитесь куда-нибудь. На это повысит. На это повысит. На все. На все кругом. Тяжело. Тяжело. Еще не успели поднять то. Еще не успели поднять. Что, на сколько поднять? На копейки, Господи. Поднять все. Минималку. Необлагаемый минимум. Господи. Мама родная. Друзья. Ну что это такое, а? Поставьте лайк под видео. Заканчиваю. Не могу уже. Нервов никаких нет. Есть. Но все равно. Тяжело. Тяжело. Я уже не говорю про тех. Уже молчат все. Где вы находите такие плохие новости? Почему нет хороших новостей? Так я вам говорил, их не будет. Это я тем отвечаю комментаторам. Которые возможно еще смотрят. Наверное успокоились они все. Ну-ка. Найдите. Я вот сколько раз спросил. Ссылочку в описании. Пришлите мне пожалуйста хорошую новость. Пришлите. Нету. Ни одной. Не надо. Только не надо мне про спорт. Где-то что-то, чего-то. И даже про спорт. Так вот спросил. Или достижения. Культурные достижения. Кто-то какую-то поэму написал. Может быть какой-то фильм сняли. Художественный. Или еще что-нибудь друзья. Ну-ка пожалуйста. Мне ссылочку. Ссылочку пришлите. Это я тем фомам неверующим. Успокоились. Успокоились. Ради бога. Сколько угодно. Я бы наверное не по 4-5 новостей делал бы. Я наверное по 40 новостей хороших бы делал бы. Нашел бы силы в себе. Потому что хорошие эмоции намного лучше, чем плохие эмоции. Вы это знаете. Понимаете. Сколько нервов тратится на плохих эмоциях. Ну хорошие эмоции намного лучше. Конечно. Вот даже когда вот хорошая приятная работа. Я сравниваю. Раньше работали. Шли на работу. Ну не знаю друзья. Уставали. Ну такая усталость была. Приятная усталость. Потому что знали за что работаем. Цены. Никогда про цены никто не думал. Я в общих чертах говорю. Конечно. Ну 5 копеек проезд был в автобусе. 5 копеек. Друзья. При заработке в среднем 350-400-500 рублей. Ну я сравниваю. Вот на нашем заводе. Завод микроавтобусов РАФ. Это что? Это мы вообще задаром тогда. Мы тогда эти годы прожили. Просто бесплатно все было. Кормили нас бесплатно. Талоны давали. Но это я сравниваю. И вспоминаю. Потому что я отработал 15 лет на РАФе. На заводе микроавтобусов РАФ. Лечение бесплатно. Все бесплатно. Если таблеточки там 4 копейки стоили. Ну не как сейчас 40 евро. Паковочка. Да, 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 друзья. Лечение в больницах бесплатно. Все было бесплатно. Обучение. Лечение. Командировки какие-то. В общем командировочные. Господи, друзья. Санаторий. Ну все же было бесплатно. А что? А у живого я куда пошел. Да. Не понять. Особенно молодым не понять. И упоротым, упертым не понять. Они понимают. Не хотят понимать. Ну пока не коснулось их. Пока они... Да, да, да. Не дай бог. Я только желаю всем здоровья. Пока не коснулось. А вот когда коснется. Потом начнут локоть кусать. А локоть не... Вот попробуйте достать локоть. Кто-нибудь. Пожалуйста. Пришлите мне видео. Кто достал локоть? Вы укусите локоть сами свой? Это Фомам неверующий. О чем это я сейчас говорю, друзья? Ага. За что ни возьмись звенья одной цепи. Про подорожание. Про резкое подорожание. Опять резкое подорожание. Все, заканчиваю. СДД. Конечно. Всем здоровья желаем. Счастья, благополучия. Долгих лет жизни обязательно, друзья. Мира, добра и дружбы между народами. Не забудьте поставить лайк. Подписаться. Кто не подписан на наш канал. Еще раз попрошу поделитесь. Кто-то не знает. Представляете там на сколько? В среднем на сколько все повысится? На очень. На очень много. Мало того. Топлива во сколько? Насколько? Хотел сказать, во сколько раз? Во сколько раз будет? Будет. Уже недолго осталось ждать. Диктуют же? Диктаторы европейские диктуют? Это что? Это не диктат? Не путайте. Не диктант, а диктат? Диктатура? Что они там хотят, то и воротят. И диктуют другим. Наши исполняют. Под козырек полный вперед. А кто расплачиваться будет? Все. Хорош. Спасибо. До свидания, друзья. До следующих видео. До свидания.